Прочностные свойства материалов – очень важный критерий выбора для гидроизоляции. Наряду с уже традиционными мембранами из ПВХ и ТПО применяются ТПО-мембраны с внутренним армированием. Сегодня мы проверим их на прочность в сравнении с ПВХ-мембранами. Для определения максимальной силы растяжения приготовим образцы полоски, а для определения прочности и удлинения – образцы лопатки с шириной рабочей части 6 мм. Протестируем прочность при разрыве на образцах лопатка. При растяжении ПВХ неармированная мембрана воспринимает нагрузку равномерно и пропорционально удлиняется с ее ростом. ПВХ-мембрана не имеет точки текучести. ТПО-мембраны имеют пик предела текучести при удлинении около 80-100%. При тестировании образцов шириной 5 см ПВХ-мембрана также выдерживает при разрыве вдвое большую нагрузку в сравнении с армированной ТПО-мембраной. На указанном участке растяжение образца происходит за счет разрушения структуры материала, что сопровождается его утоньшением. Сравним поведение разных типов мембран под воздействием давления воды при укладке на неровную поверхность. В нижней части экспериментальной установки смоделирована неровная поверхность. На нее укладывается тестируемый образец. Установка герметично закрывается, и в верхнюю часть подается вода с постепенным поднятием давления до 2 мегапаскалей. В ходе повышения давления образец ТПО-мембраны порвался на вершине пирамиды. Образец ПВХ-мембраны сохранял целостность на протяжении всего эксперимента, который длился 24 часа при давлении 2 мегапаскаля. При сравнении характеристик может показаться, что наилучшими показателями по прочности и удлинению при разрыве обладают ТПО-мембраны. Однако в данном эксперименте ТПО-мембраны выдержали меньшее давление. Такое поведение материала объясняется тем, что предел текучести наступает при относительно малом удлинении. При прохождении предела текучести в материале начинают происходить необратимые структурные изменения. Появляются значительные пластические деформации. Под воздействием внешних факторов способность ТПО-мембран к сварке существенно снижается. Образующаяся со временем на поверхности мембраны пленка препятствует формированию качественного соединения полотен. У армированных мембран при тестировании сварного швана Раздир наблюдается деламинация материала по армирующему слою, что свидетельствует о более слабом межслойном соединении по сравнению с гомогенным материалом. Субтитры создавал DimaTorzok